Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Рысьева Ксения. Я являюсь абсолютным победителем Всероссийской Олимпиады школьников. И в этом видео мы с вами разберем такой формат письменной части, как официальное письмо. Кому же можем написать такое письмо в реальной жизни? Во-первых, бизнес-партнерам. Вот продаете в открытке конюр Святого Валентина? Нужно же общаться с поставщиками сырья и потенциальными покупателями. Именно в таком стиле, скорее всего, будет корректно ввести переписку. Во-вторых, в формате официального письма происходит общение с педагогами, заводчими и директорами школ. Все-таки тыкать им как-то не очень вежливо, наверное. В-третьих, с представителями власти при подаче жалоб или изъявлений и пожеланий. В-четвертых, с компаниями, которые продали вам определенную продукцию. Если ее качество не устроило вас, то вполне резонно будет написать письмо-жалобу, которым стоит придерживаться официального стиля. Поэтому не стесняемся использовать данный жанр в обычной жизни. Существует большое число форматов официального письма, так как под кажутся ситуацию, контактов с малознакомыми людьми или даже совершенно незнакомыми есть свой формат. Но чаще всего в рамках Олимпиад можно встретить данные четыре формата. Это Letter of Application, который пишется с целью подачи заявления на работу. Letter of Recommendation, для рекомендации своего друга при подаче им заявления на работу. Letter of Complaint, как раз письмо-жалоба. Letter to Authorities, вышепоставленные лицами, являющиеся представителями власти с целью пожаловаться на что-либо или дать ряд рекомендаций. Основными чертами любого официального письма являются стандартизированность. Нам не нужно придумывать от себя фразы для приветствия, прощания и так далее. Колесо уже было изобретено до нас, поэтому мы их придерживаемся. Просто их нужно изучить. Далее, официальность речи. В скором времени мы с вами разберем, что значит с лингвистической точки зрения. Именно эта официальность. Логичность, которая требуется во всех форматах письма, как и по жизни. Но здесь она особенно важна, так как для информации должна быть понятной, сфокусированной на решении проблемы или продвижении себя или друга в качестве потенциального работника. Нельзя забывать и о соблюдении спокойствия и безэмоциональности. Вся эмоциональность должна остаться вне письма. Вернемся к официальной речи. Для того, чтобы ее добиться с точки зрения грамматики, вам помогут данные лайфхаки. Во-первых, вместо I want to ask, пишите более замысловатый I am writing to inquire weather. Так фраза будет звучать более официально и более витиевата. Мы же не с друзьями переписываемся, а с вышестоящими лицами или незнакомыми людьми. Во-вторых, используйте клишированные фразы. Главное их знать и уважать и любить. Ну, любить не обязательно, но можно. Например, writing reference to your advertising. В-третьих, все, что мы только можем, переводим в пассивный залог. Не Вася любит печенье, но печенье любимо Васей. Звучит возвышенно и более официально. В-четвертых, не скупимся на модальные глаголы. Чем больше, тем лучше, ведь им помогают указать отношение говорящего, то есть наше, к событию или объекту. Очень удобно для сокращения количества слов и придания формальности. I would appreciate if you could. Например, так. Чего не стоит делать при написании официального письма? Во-первых, забудьте про сокращение. Никаких can't, didn't, только cannot, do not. Во-вторых, просторечный folk, guy, gonna, wanna. Знать, конечно, нужно, но облюстать своими знаниями жаргона сленга «Прости, Господи, арго» именно здесь не стоит. В-третьих, к сожалению, придется воздержаться от потребления идиом. Я и сама их очень люблю, но тут нельзя. В-четвертых, заменяем фразовые глаголы всеми возможными синонимами. В-пятых, стоит воздержаться от использования and, but, also в начале предложений. И в-шестых, нам с фразами while you know, I mean не по пути в официальном письме. В речи «да» здесь не стоит. В рамках предложения мы с вами отказываемся от выкцательных знаков и скобок. Простые предложения стоит превратить в сложные для придания своей речи весомости и значительности. Мы же этого и добиваемся. Теперь поговорим о структуре официального письма. В обычной жизни оно стоит из десяти пунктов. Но, как вы понимаете, всеросс – это не обычная жизнь, это отдельная жизнь, поэтому количество пунктов оформления письма будет несколько отличаться. Сейчас мы с вами этот момент рассмотрим. Итак, слева вы видите официальное письмо обычного человека, справа – легкие, точнее, письмо всероссника. В обычном письме в правом верхнем углу пишется адрес отправителя, под ним дата отправки письма, потом переходим на левую сторону страницы, где пишется имя получателя и ниже его адрес. После этого мы приветствуем нашего адресата и начинаем излагать свои мысли в основном теле письма. Обычно рекомендуется делать 3-5 абзацев. Далее мы приглашаем нашего собеседника связаться с нами в ответное письмо. Пишем заключительное слово вежливости, то есть complementary clause, и ставим свое имя и фамилию. Именно в таком порядке. There's a reason why they call familia a second name, то есть имя, фамилия. Все строго. Теперь переходим к письму всероссника. Согласно критериям, можно и нужно опускать адрес и имя отправителя и адресата и дату. Остаются приветствия, body paragraphs, предложения с приглашением к дальнейшему контакту, заключительное слово вежливости, имя и фамилия. Письмо готово. Теперь приступим непосредственно к написанию самого письма. Перед нами задание из экзамена CAE, которое формат в некоторых аспектах похож на задание в СОЖ предыдущих лет. Вы видите эту адресу в книгу. «Толгайз надо. Мы нужны для того, чтобы работать как тургайз throughout the summer период. Good knowledge of your local area is required, as well as the ability to get on with people. Вы, если вы 18 лет, write to us и расскажите нам о вашем характере и интересе. Мы также бы хотим сказать вам, что вы думаете, 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 что вы думаете. Итого в нашем письме обязательно нужно упомянуть возраст претендента на должность гида, знание им, то есть нами, местности и отличительную черту данного района, характер претендента, интересы и умение ладить с людьми. Как же поздороваться с адресатом в рамках деловой переписки? Все зависит от близости и знакомства с человеком. Если вы с ним совершенно незнакомы, то dear sir, dear madam, to whom it may concern. Если лично знакомы или уже не в первый раз переписываетесь, то dear Mr. White, dear Miss White, если незамужняя девушка, dear Mrs. White, если замужняя женщина. Также в некоторых случаях можно использовать полуофициальное приветствие dear colleague, dear editor, dear reader. Мы с вами разберем самое распространенное и корректное dear sir or madam. Мы его выбираем для нашего письма. Далее, переходим к написанию основной части письма. Здесь необходимо придерживаться золотого правила одна идея, один абзац. Специфика официального письма заключается в том, что в нем нет красных строк и каждый абзац начинается сразу около левого края поля, без отступа. Непосредственно сами абзацы стоит подавать в следующем порядке. Во-первых, причина для написания письма присутствует как к источнику, откуда вы узнали о данной вакансии. Во-вторых, подробности о себе, объекте, события, услуги. В-третьих, рекомендации и предложения. В-четвертых, вопросы по непонятным вам аспектам. В-пятых, вся оставшаяся информация, которая необходима согласно условиям задания. Итого, наше письмо начинается следующим образом. Отсылка к источнику. I think I would make a very good tour guide and wish to apply for the job. Причина для написания письма. Теперь приступаем к написанию остальной, основной части. There are a number of reasons that I think I would make an ideal employee for you. I'm 19 years old and have just completed my first year studying archaeology at the university. Although I did not grow up in the city, I really love it here and have enjoyed getting to know the city. Now I know it's like the back of my hand, but I still have the enthusiasm of a visitor. За не местности. Галочка. For this reason, I think I would be very good at showing other visitors around. I've always been sociable and like meeting and talking with people. Характер у меня лазильми. Галочка. For example, when I started at university, I joined five different clubs. That was a bit much, so I chose my three favorite which I'm still actively involved in. Подтверждение плюс интересы. I believe the highlight of our area is history. The history. Отличительная черта района. It's a very great history and is known extensively. There are many archaeological sites which are well shown for people to see and visit and understand. Not many cities have the opportunity to educate visitors so much about the past. Мы молодцы. Из предложений, приглашающих к дальнейшей переписке, могу вам перекомендовать следующее. I would be delighted, happy, glad to. I look forward to hearing from you soon, meeting you next Tuesday. Please acknowledge the receipt. Please don't hesitate, feel free to contact me if you need to require further information. И так далее. Мы немножко приукрасим наше предложение и у нас получится с вами так. I appreciate your attention to my letter and I hope you will consider my application. If you need any more information, please feel free to contact me. Заключительное слово вежливость есть двух типов. Для незнакомых людей и для тех, с которыми были предыдущие контакты. Для незнакомых yours faithfully, yours truly, best regards. Для знакомых yours sincerely, best regards. Выберем для незнакомых людей и повращаемся. Yours faithfully Hannah Johnson. Как вы видите, сначала имя, потом фамилия. Не забываем про это, это очень важно. Итого, мы получили такое вот миленькое письмо. Надеюсь, что это видео было полезным для вас и теперь вы сможете написать официальное письмо на 20 баллов из 20. И в обычной жизни не растеряйтесь при необходимости сотворить такое чудо. Удачи и до скорых встреч! и до скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...